Я грабил даже там, где не был. Это слова из песни и она даже почти не политическая. Почти, потому что, ну, есть там пара моментов, но сейчас не об этом. На этой неделе все СМИ обсуждали новый, всплывший где-то в Ставропольском крае дворец. О чем, а точнее о ком речь, расскажу сегодня. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Реальная Журналистика и Ермак Медиа. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. К сожалению, не все сотрудники госинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующее денежное вознаграждение. Уважаемые участники дорожного движения, вам предлагаю не нарушать закон, себя не подвигать уголовному наказуемому деянию и последствия соответствующих, ну и также не провоцировать сотрудника госинспекции. Итак, друзья, ну вы поняли, да, что героем недели на этот раз стал не кто иной, а главный гаишник Ставропольского края Алексей Сафонов. Спецоперация по задержанию самого начальника и 35 его подчиненных 20 июля провела вышестоящая полиция при силовой поддержке Росгвардии. И это не может не радовать. Оказывается, наши силовики способны не только на борьбу с безмасочниками, но даже и на поступки. Хотя, конечно же, понятно, что тут свои игры в формате не поделился, значит будешь наказан. И все же человек, который так честно и открыто вещал нам о денежной провокации со стороны населения, сам-таки не устоял и спровоцировался аж на целый дворец в стиле барокко, в стиле коррупционного барокко. Здесь и золотые унитазы, и вензеля из сусального золота, и даже мебель, и та цвета золотого напыления. Помните, в прошлых программах что-то подобное мы уже встречали? Кажется мне, что у наших чиновников один и тот же дизайнер, который трудится буквально не поглодая рук, но со вкусом у которого явные проблемы. Так вот на этот раз золотым он сделал и дворец Сафонова. Правда, пока непонятно, когда гаишный барон сможет в него вернуться, потому как в отношении него сегодня возбуждено уголовное дело по 210 статье Организация преступного сообщества. Также сюда планируется прибавить получение взяток, превышение и злоупотребление своими полномочиями. После задержания Сафонова силовики обратили внимание и на более крупную рыбу, на начальника полиции по Ставропольскому краю Сергея Щеткина. Поговаривают, что это именно он давал безупречные характеристики главному гаишнику и помогал замять дела предыдущих коррупционных скандалов владельца Золотого музея. После пристального внимания и, видимо, давления со стороны силовиков и СМИ, Щеткин подал рапорт на освобождение от занимаемой должности. Колокольцев должность освободил. Что ждет самого Щеткина, пока непонятно. Как, впрочем, непонятно и то, какое решение будет принято в отношении особняка. Не исключаю, что завтра свои права на него предъявит Аркадий Ротенберг. А послезавтра в свой уголок скромного обаяния буржуазии вернется и сам Сафонов. Ограничение свободы без ее лишения в России никто не отменял. А это значит, что шизофрения головного мозга продолжается. А декором занимались вы или ваша супруга гражданская? Когда я пришел сюда, все было быстрое. Ряд моментов, которые там есть, я бы так не делал. То есть вам не все нравилось? Вам не все нравилось, да? Не все дизайнерские решения супруги. Ну, как же я свой вкус? Каких только депутатов у нас не было. Умных не было, честных не было, красивых тоже не досталось. Зарисовку на эту тему на минувшей неделе нам предложил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, озвучив то, о чем мы все думали и даже говорили. Все равно придется делать. Все равно. Иначе будете заражаться и умирать. Будет устачаться законодательство осенью. Дума заработает новое и внесут поправки в закон. Если человек, у которого обнаружено заболевание, коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, все, тюрьма. Ибо вы заразили. Ну что, друзья, приехали? Если раньше в городах массово разворачивалось строительство ковидных госпиталей, то после сентябрьских выборов нас ждет не менее массовое строительство тюрем. Потому что желающих привиться все еще не так много, как хотелось бы. Зато стали известны планы нашего нового, еще не выбранного депутатского корпуса. Понимаете, да? Выборы еще не состоялись, фамилии еще неизвестны, а планы уже озвучены. Это Россия, детка, тут почему-то всегда так. И это я еще молчу о том, что факт заражения как-то надо доказать. Ну, знаете, в юриспруденции есть такое понятие, как причинно-следственная связь. Так вот, чтобы понять, от кого заразился человек и в какой период времени, нужно как минимум проанализировать все его контакты за последние две недели. А сколько их бывает за день? А если больной коронавирусом чихнул в маленьком лифте, вышел на девятом этаже, а на восьмом этот вирус подхватил здоровый человек, кого в этом случае обвиним? И это не считая того, что вакцинированный вообще-то тоже болеет и, возможно, является опасней. Ну, потому что, например, переносит болезнь легче и может вообще не знать, что является разносчиком инфекции. Так кого обмануть-то пытаемся, а? Судя по опущенным в стол глазкам политика Жириновского, нас. А получается, что себя. Причем не просто обманул, но и поглубже закопал, потому как кто из адекватных и думающих людей после озвучки таких планов пойдет голосовать за ЛДПР? Ну, разве что те, кто планирует осваивать ковидную тюрьму? А между тем в России могут ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. За высказались сразу несколько человек. Это экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он предложил привлекать к уголовной ответственности врачей. А первый зам пред Ленинградской общественной палаты Владимир Петров сажать всех остальных противников вакцинации. Точнее, быть противником вам никто не запрещает. Пока не запрещает. Но вот склонять на свою сторону других вы не можете. Это может повлечь уголовное преследование. Впрочем, достаточно лояльно по форме, но резко отрицательно по содержанию на эту тему высказался представитель Единой России. Неожиданно, правда? Даниил Бессарабов заявил, что наказать легко, а вот убедить людей, что это надо делать, гораздо сложнее. Ну и напомню, что вакцинация у нас вообще-то добровольная. Да-да-да-да. Кто-то походу пытается надышаться перед смертью. Ну или очки набрать перед выборами, чтобы эти самые выборы сами не показали единороссам слово из четырех букв. Тишь да гладь да божья благодать или степь да степь, как хотите, так и назовите. На этой неделе в сети появилась информация о возможной приватизации российского леса российскими олигархами. Ну да, хоть не китайскими, уже патриотизм. Глава компании, по большей части принадлежащей Роману Абрамовичу, предложил разрешить частным лицам приватизировать 2-3% от лесной территории. А зачем? Думаете, чтобы вывести приватизированный лес в Китай? Так как вы посмели так подумать? Нет, вовсе не для этого. Все гораздо прозаичней для интенсивного лесовосстановления. Ну то есть выращивания нового леса. Нового. Правда, куда инициатор Денец старый, он не пояснил. Но вопрос даже не в этом. Оказалось, что производить лесные манипуляции по его учащению на арендованных участках Лошкевич не желает. Говорит, или отдавайте в собственность, или ждите 120 лет, пока вырастет новый. Свою затею представитель Абрамовича основывает на опыте Новой Зеландии, где технология опробована и дает неплохие результаты. Но мы-то не в Зеландии. У нас каждому второму чиновнику что-нибудь домешает довести дело до конца. Особенно если это касается помощи известным олигархам. Опыт последних 20 лет показал, что в России успешно умеют выращивать только их. И не только выращивать. Но и наделять правом владения на то, что они никогда не производили. Ну, то есть лес еще не рекультивирован, демоверсию мы еще не видели, а участок в собственность предоставь. Причем, как показывает крымская практика, после подобной приватизации вокруг участка обычно появляется забор и турникет. Не хватает только надписи «Посторонним вход воспрещен». Но это дело наживное. Против высказалась справедливая Россия. Алтайский депутат Александр Молтов заявил, что пока лес в аренде, есть хоть какая-то гарантия его восстановления. А я напомню, компания-инициатор лесной приватизации занимается рубкой леса и отправкой его в Китай. Так вот, пока лес в аренде, они обязаны его восстанавливать. Ну, чем невозможность показать свою суперсилу в лесоразведении? Но нет, это Лошкевичу не интересно, куда приятнее сначала завладеть, а следующие 10 десятилетий обещать. Если инициативу примут к рассмотрению, то следующие на очереди реки, озера, воздух и крепостные в придачу. А между тем, в Якутии до сих пор не могут потушить адское пламя пожаров. Наблюдатели разделились. Одни утверждают, что это месть природы, другие, что это сокрытие преступления по вырубке и вывозу якутского леса. Напомню, ранее за помощью в тушении пожаров экоактивисты обратились к актеру Леонардо Ди Каприо. И тот выразил готовность оказать всю необходимую помощь. Но замминистра экологии Сергей Сивцев от помощи отказался, заявив, что ситуация находится под контролем. Вот только по чьим до сих пор остается загадкой. На этой неделе к тушению присоединились и якутские медики. Сначала в СМИ появилась информация о принуждении медперсонала к сдаче денег на помощь лесу. Затем оказалось, что сбор обозначенных в распоряжении средств является добровольным. В любом случае, мне непонятно, почему деньги на сохранение леса собирают кто угодно, только несостоятельные чиновники и небогатейшие российские бизнесмены. А может, скинемся смс-ками? Мы же простой народ, к этому привыкший. Если не мы, то больше и некому. Потому как в приоритете у нас спасение зеленых насаждений Турции, а не своих собственных. И как бы потом этот поступок не пытался выгородить пресс-секретарь Песков, а ничего не вышло. Потому что в то время как большинство населения произошло от обезьян, часть все-таки от антилопы гну. Ни логики, ни смысла, ни памяти. Ну а на этом у меня все. Всех люблю. Пока-пока.